Всем привет! Я Евгений Богданов и сегодня мы находимся в пространстве InLiberty, площадка на которой компания Simple проведет свой первый мастер-класс из серии, где мы поговорим о вине и винной культуре в целом. Итак, сегодня мы поговорим о самых базовых вещах. Те из вас, кто интересуется вином, те, кто уже когда-то бывал на подобных каких-то мероприятиях, уже знают ответы на них и поэтому мы сейчас как раз это и выясним. Ну давайте начнем с того, чтобы разобраться вообще, что такое вино. Виноградный сок, вот это самое первое и самое главное, что вино это продукт, который производится всегда только из винограда. Все возможные сливовые, какие-то плодовые ягодные или еще какие-то вина, некоторые их так называют, не являются вином просто по, так скажем, европейскому законодательству. То есть вино всегда только из винограда. Это первый фактор, который мы должны запомнить. Второй фактор, при котором мы тот или иной продукт называем вином, это, конечно, процесс брожения. То есть о чем это говорит? Что мы не можем взять с вами виноградный сок, пусть даже свежевыжатый, добавить туда спирта, пусть даже виноградного и получить вино. Такой продукт в мире существует, который делается именно по технологии смешивания свежего виноградного сока и виноградного спирта. И он называется, тип напитка, это называется мистель. По своим вкусовым характеристикам он во многом напоминает нам порто или херес. То есть это такое, как крепленое вино. Он также выдерживается в бочке, может 10-20 лет, но тем не менее не является вином по определению. И третий фактор, при котором мы тот или иной продукт называем вином, это, как вы думаете, что? Верно, алкоголь. Все верно. Алкоголь и традиционно считается, что содержание алкоголя в вине должно быть, ну, примерно 10-12 процентов в среднем. Ну, мы берем любое вино, которое встретим первое попавшееся, мы увидим, что там может быть 11-12, в некоторых случаях это 13-14. Но, скажем так, процесс брожения, о котором мы говорили чуть ранее, дает максимум, ну, где-то 16-16,5 процентов. Все, что выше, это уже крепленое вино, либо процесс вторичной ферментации, о котором мы поговорим чуть позже. Третий фактор, при котором мы тот или иной продукт называем вином, он достаточно факультативный, потому что имеет исключение. Давайте попытаемся вспомнить вино, который мы все с вами точно знаем. Содержание алкоголя в которых 5,5-7,5 процентов. Давайте так, самый известный. У нас сегодня, сегодня 10 июля. Новый год не скоро, но, тем не менее, этот напиток, который сопровождает, ну, если не каждый наш Новый год, то, скорее всего, мы в компаниях видим. Это сладкое, игристое вино, произведенное из сорта винограда мускат, и называется оно Асти, верно, Асти. А также, конечно, мы все с вами знаем Ламбруско. Это тоже, в общем-то, это тоже вино. Оно частично игристое, скорее мы ее называем шипучее, потому что там содержание углекислого газа очень небольшое. Но, тем не менее, содержание алкоголя там тоже порядка 5,5, ну, 7,5 где-то процентов в среднем. Ну, и третье, которое я сказал, наверное, кто-то слышал такое интересное вино, кто-то нет, это винью верде. Винью верде, которая вот делается, часто его в Европе можно встретить, у нас достаточно популярный этот продукт сегодня. Это такое очень легкое, свежее португальское вино, еще его называют зеленое вино. Ну, и мы с вами разобрались, в общем-то, что такое вино, и здесь этой формулой мы, в общем-то, подтвердим все наши догадки общие, что вино – это продукт полного или частичного брожения натурального виноградного сока. Основная формула, в общем-то, по которой все алкогольные напитки делаются, это сахар разбивает, ну, точнее, не совсем так, если быть более точным, дрожжи перерабатывают сахар, и у нас появляется спирт, алкоголь и, соответственно, углекислый газ. Если мы хотим получить с вами тихое вино, то мы углекислый газ выпускаем. Но если мы хотим с вами получить игристое вино, мы его сохраняем. И есть, существует несколько способов, когда мы сохраняем углекислый газ в вине, и вы наверняка слышали, что есть такое шампанское, да, есть вот, как мы с вами же говорили, просеку или асти, и чем же отличается? Почему, например, шампанское стоит 5000 рублей, а просека стоит 800 рублей, 900 рублей? Сейчас мы с вами попробуем и разобраться. Ну, это вот реакция, которая, она очень важна вообще в понимании не только вина, и в понимании виски, да, и в понимании коньяка. То есть, если говорить простыми словами, то коньяк – это, в общем-то, изначально вино, которое мы, говоря простым языком, перегнали. И за счет вот этой перегонки, сначала у нас в любом случае процесс брожения, потом перегонки, и мы получаем крепкий алкогольный напиток. И таким образом все происходит. И спирт, он происходит вот отсюда. Пару слов об основных этапах производства вина. Как вы думаете, чем отличается глобальное производство белого вина от красного? Сорта винограда, конечно. Хотя у меня сразу к вам возникает вопрос. Можно ли из красного винограда сделать белое вино, а из белого – красное? В этом и заключается основное, в общем-то, различие. В том, что за счет чего мы можем из красного винограда сделать белое вино? За счет того, что сок винограда в 90, я точно статистику не знаю, но назовем так, пусть будет 98% случаев, все сортов винограда, он белый. То есть все вот эти мощные, насыщенные сорта винограда, Кабернес-Савиньон, Мальбек, Ширас и много-много других, изначально они имеют белый сок. И только в процессе настаивания, то есть настаивания этого сока на кожице винограда, вино становится красным. Потому что кожица винограда содержит в себе красящие вещества, которые называются антоцианы. Очень важно, что и розовое вино по большому счету делается по этому же принципу. Самое главное, что время, которое настаивается сок на кожице, она меньше. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что для производства розового вина мы не можем взять белое вино, немного красного, смешать и, как мы говорим, вуаля. Хотя есть регионный тип вина, при котором это возможно. Например, в шампанском действительно для производства розового шампанского смешиваются белый и красный виноматериалы. Но на самом деле там очень немного нужно красного виноматериала. Если попробовать как-нибудь проэкспериментировать, то на пол-литра белого вина нужно будет буквально 10-20 грамм красного, и оно сразу же покраснеет. И белое вино, при производстве белого вина бродит только сок без кожицы. Если мы говорим про традиционный способ белого вина, но также существуют и белые вины, которые производятся по методу красных вин, когда сок бродит вместе с кожицей. И они в процессе этого производства, оно превращается в такое оранжевое вино. Возможно, вы слышали оранжевое вино. Вот оно становится оранжевым за счет того, что настаивается на мезге. Этот способ, который вот сейчас эти вина, в общем-то, входит в некую там, набирает популярность, но на самом деле это очень древний метод. Более того, он был впервые изобретен в Грузии, и он так и называется во всем мире Кахетинский. Несмотря на то, что он очень неплохо прижился в Италии, на севере Италии, в регионе Фриули. И все мы наверняка с вами знаем такой сотки награды, который называется Пиногриджо. Так вот, то Пиногриджо, которое мы сегодня видим в 90% случаев в бокалах, это не то Пиногриджо, которое было 200 лет назад. Раньше Пиногриджо делали именно по вот этой Кахетинской технологии, и оно такое имело, знаете, такое похоже на розовый цвет, но на самом деле такой медный цвет. Также это вино белое, что практически редко встречается, а практически никогда не встречается в классических винах, оно имело терпкость, тонин. Потому что именно в кожице винограда содержится вещество тонин, которое придает терпкость вину. Поэтому белые вина не бывают терпкими. Это невозможно встретить в классическом виде, но возможно встретить в Кахетинской технологии. Ну и вы видите, на этой картинке виноград собирается, высший класс, когда виноград собирается только вручную, потом он идет... Знаете, вот эта штука, она... Эта штука, где происходит дробление гребнеотделения, как вы думаете, как она называется? Вот это устройство, где происходит дробление гребнеотделения, называется дробилка-гребнеотделитель. Класс, да? Дальше. Дальше вино. После того, точнее, виноградный сок, он переваривается в чан, где начинается брожение. В некоторых случаях добавляются дрожжи, в некоторых случаях нет, но в основном дрожжи также содержатся на кожице винограда. После этого бродит сок, он бывает бродит либо в нейтральных емкостях, то есть в каких-то металлических чанах, либо это может быть глиняные чаны, иногда используют, либо в бочках. Бывает, что в бочках проходит в том числе брожение. Ну что ж, и вот мы переходим к технологии производства, и в чем основное отличие производства шампанского от просеку? Шампанское – это только то игристое вино, которое производится в регионе Шампании на севере Франции. Эта уникальная технология, она... Почему вообще произошла? Дело в том, что в Шампании, в общем-то, отвратительный климат для производства. Очень холодно, соответственно, как мы с вами говорили, виноград не имеет много сахара, не набирает высокого спирта, и у нас получается достаточно высококислотное вино с содержанием алкоголя, там, 6%. И в чем заключается феномен производителей Шампания? Они вот этот недостаток климата превратили в достоинство. И, в общем-то, создали технологию производства шампанского, то есть технологию вторичного брожения. Вот на этом этапе, когда мы сначала у нас проходят... Ну, мы делаем просто тихое вино, как я уже сказал, содержание алкоголя невысокое, кислотность очень высокая. На этом этапе добавляется так называемый тиражный или экспедиционный ликер, который в себе содержит, в общем-то, это дрожжи и сахар, который заставляет вину, еще раз, вызывает вторичное брожение. В случае классической традиционной шампанских технологий это процесс брожения происходит в бутылке. В этом и основное, в общем-то, отличие. Вторичное брожение, вот здесь вот у нас уже, вот в этот момент у нас появляется углекислый газ, алкоголь мы доводим до 12-12,5%, и бутылки в этот момент расположены на таких пипитрах. Это такие установки, ну, как сказать, такие установки, они конусообразные, да, такой формы, и бутылки находятся там, вот в горизонтальном положении. Со временем эти пипитры раздвигаются, и бутылки переходят в вертикальное положение. В это время они настаивают, выдерживаются на осадке. И что происходит? Происходит следующее, что осадок, который, ну, в общем-то, отмершие дрожжи, да, которые у нас были в бутылке, расположены на стенке бутылки. И проблема основная заключается в том, что у этого осадка есть три основных фракции. Это жесткая фракция, с ней проблем нет у винодела. Это мягкая фракция, с ней уже чуть больше проблем, но в целом все нормально. Есть еще липкая фракция, которая прилипает к стенкам бутылки. Есть такая даже профессия во Франции, ремьер. Фракция, это человек, который, ну, раньше это делалось вручную, сейчас уже зачастую это делается механическим образом. Он проходил по каждой бутылке и медленно доставал бутылку, ну, вытаскивал бутылку из этого пипитра, чуть более быстро, с неким подкручиванием, помещал ее обратно. И со временем, когда бутылки перемещались практически в горизонтальное положение, весь этот осадок переизжал к горлышку. Далее нам нужно как-то этот осадок убрать. Учитывая, что бутылки в это время укупорены так называемой кроновой пробкой, или такую мы часто можем встретить в бутылке из-под пива, эта бутылка горлышком вниз помещается в жидкий азот, где температура минус там много градусов, получается льдышка. Мы убираем кроновую пробку, и льдышка эта вместе с осадком вылетает из бутылки. Это называется процесс дегуржаж или дегуржман. Вот в этот момент производитель решает, какое вино с точки зрения сладости у него будет. Будет ли это брюд или экстра брюд, или будет это демисек, ну демисек это полусухое, или будет это ду, то есть сладкое. В этот момент производитель добавляет в бутылку, потому что какое-то количество вина теряется, и он добавляет туда ликер дедозаж, так называемый, то есть это сахар, винный сахар. Вот такая в двух словах технология производства шампанского. Чем отличается она глобально от производства просека? Тем, что просека происходит все то же самое, но это происходит в больших чанах. То есть процесс вот этого брожения, процесс настаивания насадки, если он происходит, это происходит в больших чанах, после чего вино разливается по бутылкам. То есть это основная разница в технологии, именно поэтому шампанское всегда, в общем-то, дороже, чем какие-то аналоги, какие-то игристые вины, хотя они также являются, это абсолютно натуральный метод натурального брожения, когда у нас сахар вместе с дрожжами выделяет углекислый газ, соответственно, и оно разливается. Он называется еще метод шарма. Также есть метод, мы его называем среди профессионалов варварский метод. Это когда в тихое вино искусственным образом добавляется углекислый газ. Так делать, в общем-то, нельзя, но хотя в нашей стране иногда, ну и не только, кстати, в нашей стране, надо признать, что иногда можно встретить совсем недорогие игристые вина. Скорее всего, они сделаны именно таким образом, то есть искусственное добавление углекислого газа в тихое вино. У нас даже была такая шутка, правда она сейчас может быть не совсем актуальна, особенно если кто-то здесь бывал на экскурсии в МКШВ, потому что шутка была такая, что классическое, ну, хорошее шампанское во Франции, в Шампании, топовое шампанское, например, Кристаль, да, возможно, вы слышали о таком, оно производится минимум пять лет до того, как оно выйдет на рынок. Хорошее шампанское, то есть это шампанское с указанием года, ну, тот же там Луире Дерер, какого-то года он производится три года, потому что там три года выдержки на осадке. Самое базовое шампанское, базовый лансон, который без указания года, он производится год. Советское шампанское производится одну неделю. Понятно, что в том числе и в советском шампанском могут делать по классической технологии, но тем не менее, если мы говорим про вот эти вот совсем недорогие, я даже сказал, дешевые игристые вина, они, конечно, производятся таким путем. Итак, несколько слов я скажу о сортах винограда. На самом деле в мире существует по разным данным, ну, по крайней мере, мы точно знаем, что их больше десяти тысяч сортов винограда, из которых, в принципе, возможно произвести вино. Так называемый виноград, видите, свинифер. И здесь выбрано четыре сорта, которые, наверное, мы чаще всего встречаем, либо слышали эти названия, но они, с одной стороны, известны, с другой стороны, они серьезно отличаются друг от друга. Итак, это у нас сорт винограда рислинг. Рислинг, вы наверняка все слышали, этот сорт винограда сегодня, он набирает огромную популярность, это правда. В основном он распространен на севере Европы, это Германия, Австрия, точнее, родом он как раз-таки оттуда. Но мы можем сегодня его встретить по всему миру, в том числе в России и в Австралии рислинги есть. Это сорт винограды, который дает вина достаточно высококислотная. Когда мы говорим про молодые рислинги, они очень, аромат этих вин, очень часто состоит из, прежде всего, в аромате, мы чувствуем тропические фрукты, такие, может быть, чуть не спелые тропические фрукты, аромат частый. Интересно, что этот сорт в процессе выдержки, условно, после где-то трех лет, вины из этого сорта приобретают очень необычный, но в то же время интересный тон нефти или нефтепродуктов, может быть, бензина. Когда вот рислинг у нас, например, 4-5 лет, или, например, сладкие рислинги, мы часто можем такой в белом вине, представляете, вот такой интересный тон почувствовать. Савиньон блан. Савиньон блан – это сорт винограда, который родом из Франции. Это сорт, который, в общем-то, является неким родственником красного сорта Кабернеса Виньон, но, тем не менее, является другим сортом. Они сегодня уже не имеют никакой связи. Вина из сорта винограда – это белые вина, которые, вина из них, получается, не очень насыщенные, но в то же время они очень яркие, в аромате мы чувствуем много цитрусовых фруктов. И главная характеристика сорта винограда Савиньон блан, главная ароматическая характеристика, знаете, какая? А минеральность – это то, что мы, скорее, чувствуем во вкусе. Даже если быть более точным, в послевкусии – это вот ощущение на языке, такой, ну, как будто камень лизнули. А главная ароматическая характеристика Савиньон блан – это аромат очень яркий, аромат протертого листа черной смородины. Как это почувствовать? Ну, мы вспоминаем с вами, особенно это хорошо, когда перед нами с вами бокал Савиньон блана, и мы можем вспомнить, как пахнет лист черной смородины, именно лист. То есть это тот процесс, когда мы собираем ягоды, да? Мы не столько чувствуем ягоды, сколько чувствуем аромат куста. И вот этот протертый лист черной смородины мы чувствуем в аромате. Я вам сейчас дам еще одну такую подсказку. Хорошо, что она всегда… Ее сложно говорить в процессе ужина какого-то с вином, потому что этот аромат протертого листа черной смородины очень напоминает нам запах кошачьего пипи. Пускай он вас не пугает, это абсолютно естественно, и абсолютно во всех Савиньон бланах вы почувствуете вот этот вот аромат. Это его главная характерная черта. И более того, когда вы почувствовали его, в следующий раз Савиньон блан вы как Самили определяете вслепую со 100% вероятностью. Ну, знаете как, сыр с плесенью пахнет тоже не очень поэтично, но тем не менее достаточно вкусный. Я называю сорта по их плотности, да? То есть и по их ароматической яркости. Дальше Пино Гриджо. Пино Гриджо – это сорта награда, которой мы все с Вами наверняка думаем, что это у нас сорта награда родом из Италии, но на самом деле это не совсем так. Дело в том, что Пино Гриджо – это изначально, ну, в общем-то, это одно и то же название, это сорта награда Пино Гри, родом из Франции, и чаще всего мы его можем встретить на севере Франции, в регионе Эльзас. Главные ароматические характеристики – мед, абрикос. Если бы у нас сейчас с Вами был бокал Пино Гриджо, то мы бы с Вами отчетливо почувствовали эти ароматы. Вин из него получается чуть более насыщенный, чем, например, из Северного Блана, но в то же время они достаточно свежие, фруктовые, и вот эти две основные характеристики ароматические там есть. Ну и, наверное, из этих четырех, самый насыщенный сорт винограда, который также произрастает по всему миру, но родом из Франции, это сорт винограда Шардоне. Шардоне мы прежде всего чувствуем тропические фрукты, этот сорт очень часто выдерживается, вин из этого сорта выдерживается в дубовых бочках, и он не обладает высокой кислотностью, но в то же время много тропических фруктов, а выдержка в дубовых бочках дает нам ароматы карамелей, ванили и такие древесные ноты в вине. Ну, буквально пару слов про гастрономическое сочетание, как сочетать эти сорта, с какими блюдами лучше сочетать. Я глубоко в эту тему не буду погружаться, но скажу просто несколько советов. Савиньон блан. Если у нас молодой, свежий, легкий савиньон блан, то, конечно, его лучше всего… Он всегда к нам будет подходить как аперитив. В общем-то, рислинг, когда он тоже молодой, это такое вино аперитивное, либо мы можем его употреблять с какими-то салатами или закусками. Пиногриджо – это уже мы можем подавать к более горячим закускам каким-то, не очень жирным, потому что вины из пиногриджо, мы чувствуем некий остаточный сахар в этих винах. Ну и шордоне – это уже с основными в основном блюдами мы потребляем, какими из, например, нежирной рыбы. Что важно? Что вообще в гастрономических сочетаниях самым, наверное, важным фактором является кислотность вина и жирность блюда. То есть, чем кислотнее у нас вино, тем жирнее блюдо мы можем… чем к более жирному блюду мы можем его подавать. Ну, то есть, условно, если мы берем чуть более выдержанный рислинг и, например, в данном случае он будет неплохо сочетаться, ну, например, с камбалой, да, это достаточно жирная рыба. Если мы говорим про шордоне, то здесь мы должны подобрать какую-то более сухую рыбу, например, дорадо или сибас. Красные сорта винограда, они также, у нас их три для примера, но их, конечно же, в мире гораздо-гораздо больше. И мы начнем с наиболее плотных, насыщенного сорта винограда – это кабернес-савиньон. Кабернес-савиньон и… Ну, мы взяли второй мерло, потому что в некоторых регионах, например, такие как Бордо, эти сорта винограда очень часто бывают в ассамбляже. Что такое ассамбляж? Ассамбляж – это, в общем-то, смесь сортов винограда. Некоторые путают и говорят, что это купаж. Но чтобы вы знали отличие, что купаж – это все-таки смесь спиртов, а смесь виноматериалов – это именно ассамбляж. Кабернес-савиньон получается очень мощные, насыщенные вины, в аромате много спелых, красных или даже черных ягод. Главное – это черный смородиновый джем, вишневое варенье, то есть много-много таких засахаренных ягод в аромате сорта винограда Кабернес-савиньон. Терпкость у него достаточно высокая, например, по сравнению с тем же мерло. В случае с мерло основные у нас ароматические характеристики – это слива и это вишня. Мерло по сравнению с Кабернес-савиньон будет всегда чуть менее терпким, но чуть более кислотным. И у него еще также он будет отличаться тем, что такие растительные ноты, то есть эти ноты могут быть свежескошенные травы, то есть такие немножко овощные даже. Очень часто мы чувствуем в винах сортной оградой мерло ноты. Я пойду таким образом, что сначала я скажу о пенонуаре. Вины из этого сорта всегда будут очень легкие, очень тонкие, вообще ненасыщенные, и многие даже могут назвать их таким некрасивым словом, как водянистые, хотя они на самом деле не совсем водянистые, они просто имеют очень тонкий, элегантный аромат. И главной его ароматической характеристикой – это вишневая косточка. Мы чувствуем в аромате именно не вишня, а вишневая косточка. То есть в чем отличие? Вишня – это такой более сладкий аромат, вишневая косточка, он чуть посуше. Даже во вкусе мы чувствуем легкую горчинку, что говорит нам именно об этом аромате. То есть вина из Кабернос-Винона Мерло – это мощные, насыщенные, плотные. Пенонуар обычно – это очень тонкие вины, которые даже по цвету буквально чуть более насыщенные, чем розовое вино. Более того, некоторые пенонуары, знаете, мы даже как-то хотели провести эксперимент, что вот есть настолько, откуда-нибудь с севера Италии, настолько тонкие пенонуары, что если их налить в черный бокал, то их достаточно легко спутать с некоторыми белыми винами. То есть они не имеют танина. У них есть кислотность, но у них нету терпкости. И Сан-Джавезе – это что-то среднее по своей категории. Почему мы взяли именно сорт награды Сан-Джавезе? Потому что как сорт Сан-Джавезе, он малоизвестен, но все мы с вами знаем вино и слышали Кьянти. Так вот, Кьянти всегда производится на 80% именно из Сан-Джавезе – сорт винограда, который в аромате дает много нам красных и сладких ягод, и во вкусе также мы чувствуем некоторый остаточный сахар. Это что-то среднее между мощным каберна-совиньоном и легким пенонуаром. Вот на примере трех сортов, какие типы сортов винограда в принципе бывают. И сейчас мы поговорим про пробки. Мы все знаем, что такое корковая пробка. Мы все с ней сталкивались, и вообще традиционно для нас это такой кусочек деревяшки, который мы достаем из бутылки штопором. Но часто, особенно в современном мире, мы можем встретить другие разновидности пробок. Например, чаще всего, наверное, которая нас удивляет – это винтовая пробка, которая, в общем-то, откручивается. Почему появляются какие-либо альтернативы? Первая и, наверное, самая главная причина – натуральная корковая пробка, которая сделана из коркового дерева, вырезана. К сожалению, 3% всего вина в мире идет с запахом пробки. Что это значит? Дело в том, что в пробке, очень часто бывает, есть некий грибок, который, развиваясь, выделяет газ, который называется трихлоронизол, и который заражает вино. Этот грибок на ранних стадиях практически невозможно обнаружить. То есть его можно обнаружить, когда он уже развился, когда он уже испортил вино. Так вот представьте, вот сколько вина в мире производится, и 3% всего вина в мире идет с запахом пробки. Что это значит? В аромате мы чувствуем такой неприятный запах мокрой тряпки. Когда вы открываете вино с корковой пробкой, если вы чувствуете этот мокрый картон, то вас это должно как минимум насторожить. Это первая и главная причина, почему многие производители переходят на винтовую пробку или некоторые другие, о которых я сейчас расскажу. Вторая причина, это, в общем-то, экологическая причина. Дело в том, что, когда мы вырезаем из коры пробкового дерева вот этот кусочек, он потом восстанавливается 9 лет. Это дерево пробковое, оно растет, в общем, только в двух местах в мире. Это Сардиния и Португалия. Поэтому, с точки зрения экологии, это очень долго и сложно. Третья причина, она экономическая. Дело в том, что, когда мы говорим про себестоимость простой бутылки вина, которая, что называется, на каждый день, она небольшая. Она практически любует, но это порядка 2-3 евро. Себестоимость. Я не имею в виду конкретную землю, конкретный теруар, который мы продаем, делим это на количество бутылок. То есть мы берем просто виноградный сок, бутылка, этикетка, пробка. Себестоимость бутылки 2-3 евро, то себестоимость качественной пробки это где-то 0,75 евроцентов, тере евро. Вы представляете, это 25-30 процентов. Первыми, кто стали это делать, в общем-то, это вина Нового Света, какие-то базовые. Они стали переходить на винтовую пробку, закручивающуюся. Сегодня проходит очень много экспериментов серьезных винных домов, которые также какую-то часть, какую-то партию своего вина завинчивают винтовой пробкой, они смотрят, как вино будет развиваться. Безусловно, преимущество натуральной пробки в том, что это пористый материал, который пропускает определенное количество кислорода в вино, то есть вино окисляется, оно как бы очень медленно, но дышит. И со временем меняет свои свойства. Почему некоторые старые вина дорогие, да? Ну, не для всех это хорошо. Например, есть вина, которая сделана для того, чтобы пить молодыми. Для того, чтобы их пить молодыми, именно поэтому некоторые производители переходят на винтовую пробку, потому что понимают, что эта пробка, во-первых, есть риск болезни, во-вторых, это просто очень сильно увеличивает стоимость вина. Крепкий алкоголь, например, коньяк или виски в бутылке уже не меняет свои свойства. То есть коньяк или виски выдерживается только находясь в бочке. Условно, если у нас коньяк, ну, как и это история бывает, 900-го года, но разлили его в 902-м году, а открыли мы эту бутылку в 2018-м, ему не будет 116 лет, да, ему будет 2 года. Крепкие напитки только в бочке, а вино какое-то количество времени в бочке, потом в бутылке также выдерживается и меняет свои свойства. Но это нужно для вин, которые предназначены для выдержки. Условно, если мы берем какие-то базовые вина, ну, условно, до 1000 рублей, они чаще всего сделаны для того, чтобы были выпиты молодыми. Кстати, в странах Германии или Австрии мы часто можем встретить вот такую стеклянную пробку, вот такими они укупоривают, но также они укупоривают только те вины, которые сделаны только молодые свои рислинги и гривнер-вертлинеры. Диам, это пробка, которую вы также наверняка встречали, она, ну, это прессованная пробка из мелко, из мелко рубленной пробки. Ну, и синтетическую мы также ее встречали, синтетическими экспериментов много, это такая, вы также наверняка ее видели, она тоже, в общем-то, сделала, ну, пористый материал, который пропускает кислород, но тем не менее, на сегодняшний день лучше все себя, как ни странно, показывает именно винтовая. Преимущественно натуральные пробки в том, что оно пропускает кислород. А как же винтовая пробка может быть хорошей альтернативой натуральной? И я, в общем-то, этот же вопрос задал производителям этой винтовой пробки. Я говорю, что, ну, окей, болезни пробки нет, дешевле, хорошо, но как же, например, какие-то серьезные вины, потому что в Новой Зеландии можно встретить сегодня там по 600 евро за бутылку, которая укупорена винтовой пробкой. И они мне объяснили. Дело в том, что они производят два типа прокладок между горлышком и самой пробкой. Один тип, это непористый, второй тип пористый. И кислород попадает как бы из-под капсулы. Ну, капсулы вот сверху, представляете себе. Вот оттуда поступает кислород. И, в общем-то, в Шато-Маргое есть такое известное очень торговое хозяйство. Их вины сегодня начинаются там, ну, наверное, от 600-700 евро за бутылку текущего года. Вот так вот, они часть своего вина, легендарного 2010 года, укупоривали винтовой пробкой. И сейчас до сих пор идет эксперимент. Они смотрят, что с ним происходит. Ну, и мы перейдем к хранению вина. Как хранить вино? Здесь все зависит от того, сколько времени мы хотим хранить. Если мы хотим хранить вину 20, 30, 50 лет, то, конечно, у нас вариантов не так много. Нам нужно сделать все, чтобы создать максимально условия погреба. А что такое условия винного погреба? Это, конечно же, температура погреба, она всегда 12 градусов, 12 градусов по Цельсию. То есть, если мы говорим, как хранить белое, как хранить красное, все вино, идеальная температура для хранения, это 12 градусов. Подача белого вина должна быть прохладнее. Мы знаем с вами, что шампанское это где-то 6-8 градусов, белое вино это от 8 до 12, красное вино от 14 до 18 в среднем. Это подача, это то, при какой температуре тельные вины надо употреблять. Но храниться они все должны при температуре, чем ближе к 12 градусам, тем лучше. Должно в винном погребе, конечно, быть полное отсутствие освещения. То есть, там должно быть темно. И свет включается только тогда, когда мы с вами заходим в погреб, берем какую-то бутылку и относим. Очень важно это положение бутылки. Оно должно быть, заметьте, всегда горизонтальным. Почему именно так? Потому что вино в процессе выдержки должно омывать пробку. Дело в том, что если вино у нас будет вертикально располагаться, то пробка достаточно быстро у нас рассохнется. И когда мы будем ее открывать, у нас будет пыль, в которой кусочки пробки попадут в бутылку. Влажность относительная в погребе должна составлять там 60-70%. И, конечно, наверное, еще очень важно, мы здесь не написали, но это, в общем-то, что логично, это покой. Если у нас погреб в центре Москвы вырыть, то там не будет не очень хорошо, потому что метро может вино мешать жить. Для того, чтобы хранить вино, нам нужно максимально приблизиться, то есть приблизить то место максимально создать эти условия. Идеальный вариант это винный шкаф. Это, в общем-то, электромеханический прибор, который, ну, хорошие, качественные винные шкафы, они не дешевые, но они действительно, там и температура, там отсутствие света, они бывают мультитемпературными, какие-то вина хранятся чуть попрохладнее, какие-то чуть потеплее, там необходимая влажность есть, соответственно, и положение бутылок горизонтальное. Есть более простые шкафы, ну, винные холодильники, так скажем, это уже такие шкафы, в которых вино чаще всего хранится в ресторанах, где оно не предназначено для очень долгой вырежки, но, тем не менее, оно всегда, у нас там хранится белое вино, и оно всегда прохладное. И вы можете задать вопрос, который я, в общем-то, часто слышал, ну, вот если нету, например, у меня, ну, или у кого-то из вас нету винного холодильника дома и нету погреба, что делать, а вам, например, подарили какую-то бутылку хорошего вина какого-то, ну, или просто какую-то бутылку вина, как его хранить. Первое, что нам приходит в голову, это положить его в холодильник. В обычный холодильник это решение, но очень ненадолго. Это нужно понимать, что чем меньше оно там будет лежать, тем лучше, потому что, ну, во-первых, обычные холодильники, они практически всегда там есть некая тряска, там очень низкая температура, это 4 градуса, и его туда можно положить, ну, буквально перед подачей, да, чтобы охладить вино. И винный холодильник, он всегда открывается, там всегда много света, то есть там серьезная подсветка. Соответственно, не винный, а обычный холодильник нам не подходит. И что еще хуже того, если долгое время там будет лежать вино, которое укупорено корковой пробкой, запахи еды могут через, вот, кислород, который попадает туда через пробку, могут, в общем-то, его, ну, несколько видоизменить. Что я рекомендую в этом случае? Найти дома какое-то место, максимально темное, максимально, где свет попадает куда реже всего, ну, и максимально, и это место должно быть где-то внизу, потому что там самая прохладная температура. Для вина важно даже не столько там низкая температура или высокая, а очень важно, чтобы вино чтобы температура не колебалась, чтобы температура там была максимально постоянная. То есть, пускай даже 22 градуса, но они будут постоянные. И в этом случае, если вы планируете хранить вино в течение года или двух, нормальные домашние условия для этого, в общем-то, подходят, но постарайтесь максимально их приблизить к необходимым для хранения. Абсолютно ли верно, что вино с годами становится только лучше? Если некоторые сорта которые не совсем предназначены для выдержки и они станут только хуже, если ты их, к примеру, передержишь, можете нам как-то посоветовать, назвать и так далее? Ну, здесь есть скорее не сорта, а это скорее типы вин. Просто есть ряд вин, но это не ряд вин, а есть категория вин, которые сделаны для того, чтобы быть выпитыми молодыми. Например, вы наверняка многие слышали божоле. Это вино, которое сделано для того, чтобы выпито быть в лучшем случае в течение года. Дальше оно уже лучше не становится. Самый простой совет, как понять, сколько вино может прожить, наверное, от цены многое зависит, потому что в невысокой ценовой категории это, как правило, производители делают базовые какие-то вины, которые сделаны, что называется, на каждый день. В более высокой ценовой категории они уже могут какое-то время выдерживаться. То есть, здесь нет универсального совета, вот это вино стоит выдерживать, вот это вино не стоит выдерживать. Но единственное, наверное, что можно вот там некоторые советы дать, что вина из Каберне Савиньона, например, вина из Мерло, из Шераза, из Мальбека, то есть, очень насыщенные и плотные вина, конечно, жить будут дольше, чем, например, ну, вина из сорта винограда, допустим, есть такое, возможно, вы слышали, Валпаличелла, да, это сорта винограда Карвина в Италии. Это вино сделано для того, чтобы быть выпитым молодым, если в традиционном понимании. Можно частично верить тому, что чем дороже вино, тем, скорее всего, оно чуть больше предназначено для выдержки. Можете подсказать какой-нибудь справочник винный, по которому можно определить, сколько, какое вино можно хранить? Хороший справочник есть, он очень удобный, он так называется карманный справочник Хью Джонсона. Там он, помимо того, что дает какую-то оценку винам, так и говорит о том, сколько это вино можно хранить, но если взять еще более популярный справочник, он просто не такой удобный, это такой талмуд огромный справочник, как он называется точно, в общем, раньше его писал известнейший мировой эксперт Ольберт Паркер, сегодня он уже ушел на пенсию, но тем не менее дело его живет. Там также есть оценки вина, и также есть потенциал хранения. И у меня еще один вопрос, как долго можно хранить открытую бутылку? Если у нас нету специальных пробок вакуумных, когда мы откачиваем кислород, то по моему опыту, например, белые вина хранятся чуть дольше, чем красные. Что я делаю в таком случае, если вдруг я понимаю, что я там по каким-то причине не могу бутылку до конца, и у меня остается она открытая, я ставлю ее в холодильник, потому что при низкой температуре процесс кисления идет немножко медленнее. И в общем-то в холодильнике в течение недели оно, если это вино не совсем базовое, а, ну, скажем так, приличное, назовем там, тысячу-полторы рублей за бутылку, то да, вполне оно может прожить в течение недели. Но есть вина, который через две недели совершенно прекрасно себя чувствует. Но, тем не менее, естественно, там, через два-три дня его свойства уже будут немножко хуже, чем они были изначально. Но, тем не менее, оно вполне будет еще в том состоянии, что его можно употреблять. Скажите, пожалуйста, какое вино нужно декантировать? Декантируются старые вина, и старые, ну, не через что, объясню почему. Старые вина, старые, насыщенные вина, которые могут иметь осадок, которые со временем, ну, больше десяти лет вину, в принципе, его можно декантировать. Потому что, скорее, если это, опять же, насыщенное плотное вино, там выпадает осадок, и процесс декантации делается исключительно для того, чтобы отделить вино от осадка. Но, в целом, я вам так скажу, что я не большой сторонник декантации глобально, потому что в этом процессе вино серьезно меняет свои свойства. И это такой шок для вина. То есть, я чаще рекомендую, особенно если у нас какое-то хорошее вино, вместо того, чтобы декантировать, взять просто бокал пошире и посидеть с ним, дать ему немножко времени и просто посидеть, поболтать вино. Тогда оно в процессе насечения кислородом будет очень мягко менять эти свои свойства. Про рейтинги. Самые авторитетные, которым вы лично больше всего доверяете. Как они вообще составляются и каким лучше руководствоваться? Критики, которые, они специализируются на разных на разных винах. Ну, допустим, Роберт Паркер это гений винах Бордо. Да, он еще очень хорош в Америке, например, в калифорнийских винах. Профессионалы никогда не будут читать его, где он писал про Бургундию. Хотя он сам даже ее не дегустировал. За него там, у него в команде потом уже дегустировал. Если мы говорим про, например, шампанское игристые, то лучший в мире специалисты это Том Стивенсон, англичанин. А такие универсальные эксперты, конечно, ну, это вот, я рекомендую, наверное, самый простой, понятный и такой доступный это Хью Джонсон. Если мы говорим про Бургундию, там есть такой к лайфкоутс. К любителям или начинающим профессионалам я бы, наверное, рекомендовал Хью Джонсона, потому что, опять же, книжка, она выходит каждый год, она удобная, она маленькая, карманы и справочники. И там очень много всего есть. Ну, а в целом, как выбрать хорошее вино? Здесь очень просто. Ну, такой дурацкий совет я уже дал по поводу того, что, ну, как он дурацкий, но, к сожалению, работает, да, чем дороже, тем лучше. Но, тем не менее, что я рекомендую, это покупать в специализированных магазинах. Это, может быть, наши Simple Wine'ы, это, может быть, какие-то другие магазины. Но, тем не менее, вы можете быть уверены, что там вам дадут правильную консультацию. И сегодня рынок так изменился, что в специализированных магазинах не дороже, чем, например, в Ашане или еще где-то. Особенно, если это специализированный магазин при импортере, как, например, в нашем случае. У нас нету дополнительной наценки ритейлера. Это такие же цены, как вот они. В ресторане просто скидки какие-то есть. Поэтому это просто выгодно и вам дадут хорошую консультацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова